МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 вечера в Украине. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Едва ли не треть Украины парализована. Снегом засыпала Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую и Сумскую области. Трассы из-за заносов превратились в настоящие ловушки для машин. Многие населенные пункты заблокированы. А из-за поваленных столбов и порванных проводов села остались без света. Не пройти, не проехать и в городах. Сугробы достигают метра, а то и больше. Как справляются со снежной блокадой в регионах, подробнее о материале наших корреспондентов. В Николаеве объявлено чрезвычайное положение. На улице для расчистки снега выехала тяжелая гусеничная техника. Спасатели говорят, водители вопреки запрету отправляются за город и грузнут в сугробах. И таких случаев сотни. Убедительная просьба. Обращаюсь ко всем автоводителям, автолюбителям, собственникам автотранспорта, руководителям предприятий. Ограничить и запретить выезд автотранспорта за пределы населенных пунктов. В самом городе жители организовали добровольческие отряды помощи. Выталкивают застрявшие машины, расчищают пешеходные переходы и остановки. Сегодня и завтра. На предприятиях и в учреждениях объявили выходными днями. Детям внеплановые каникулы и снег в радость. Катаются на санках, а взрослые на сноубордах. Непогода проверяет на прочности жителей Одесской области. Весь день шел снег и бушевал ветер. Самая сложная ситуация в сельской местности. Высота сугробов достигает полутора метров, поэтому многие населенные пункты попросту оказались заблокированы. Кроме того, из-за обрывов линии электропередач обесточены около полусотни сел. Вот так, например, сегодня выглядела трасса Одесса-Николаев. Передвигаться здесь на легковушке сродни самоубийству. Чтобы на таких маршрутах люди не замерзли в машинах, власти запретили движение по магистралям, включая киевское направление. За ночь спасатели, полицейские и общественники вызвалили из снежного плена несколько сотен машин. Мы просто ехали гулять. Давай! Раз, два, три! Назад, назад! Ровно, ровно, ровно! А в самой Одессе непогода унесла жизни двоих человек. Сначала в снегу нашли тело 45-летней женщины. Возможно, ей стало плохо, и она не смогла продолжить путь. А после обнаружили замерзшего до смерти мужчину. Было установлено, что труп принадлежит мужчине без определенного места жительства. По предварительному заключению эксперта, это было обморожение. Из-за снегопада в Одессе не работает аэропорт. Некоторые морские порты с опозданием приходят поезда. Ни одного воздушного рейса не принял и не отправил сегодня Днепропетровск. На табло светится задержка и отмена. Видимость плохая, полоса обледенела, поэтому авиакомпании решили не рисковать. Никаких рейсов сегодня нет. На трассах по области куча аварий. Машины постоянно заносят на скользкой дороге. Водители просят не садиться за руль без крайней необходимости. Но большинство все равно выезжают. Резину нормальную путешь и не нужно ехать. Движение грузовиков и пассажирских автобусов ограничено. В 70 километрах от Днепропетровска снежной ловушке оказались десятки машин. Среди них рейсовый автобус. Из Киева пассажиры выехали еще вчера в 5 вечера. Но в Мариуполь до сих пор не попали. В 4 утра мы застрялись в гробе и нас замело так хорошо. Наши мчсники вытянули, просто дотянули нас до автобусного зала. А потом мы уже доехали лазиком железнодорожной станцией. Кировоград тоже парализован. Дороги и тротуары засыпаны. Водители, которые рискнули выехать из дому, больше буксуют, чем едут. Большое спасибо мужики. Не ходит и общественный транспорт. На остановках толпы людей. Передвигаться можно с большим трудом. Какая машина? Уборочная? Да. Не вижу, я по всему городу ходил и не вижу. Ни одной, честно говоря. В городе настоящий коллапс. Зато перед мэрией площадь чуть ли не блестит. Коммунальщики постарались. Видимо, чтобы чиновникам легче было работать. Ирина Исаченко, Кирилл Ющишин, Андрей Анастасов, Наталья Грищенко, Елена Брынца. Подробности телеканал Интер. Ну и на завтра прогноз синоптиков не вселяет оптимизм. Снегопады продолжатся в Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях. Легче будет только жителям Одесской области и Николаевской. Осадков там уже не обещают. И синоптики, и дорожники предупреждают всех, кто завтра хочет отправиться в путь по возможности отказаться от поездок. Ведь движение по дорогам общего пользования в Сумской, Полтавской, Черниговской областях завтра могут существенно ограничить, а то и вообще закрыть на очень многих участках. Об этом предупреждают в Украфтодоре. В Одесской области сейчас ситуация не лучше на дорогах. 10 автомобильных дорог под запретом для всего вида транспорта. В Николаевской не проехать по областным дорогам, а вот в Днепропетровской и Кировоградской областям по некоторым участкам трасс государственного значения. Все подробности, кстати, о том, какие трассы сейчас перекрыты, вы можете увидеть на нашем сайте подробностей. Игорь Зварич, скандальный львовский судья, погоревший на миллионных взятках, снова может вернуться к каляткам. Он на свободе еще с 11 января, хотя сидеть ему оставалось еще как минимум 3 года. Какие песни помогли выйти на волю, выясняла Елена Митясова. Октябрь 2008-го. После этой пресс-конференции о суде Зварича узнала вся страна. Ну, есть у украинцев такая привычка засеивать новый кабинет, когда приходят. Кто копейками, кто гривнями, кто долларом. Фраза стала крылатой, а судья получил прозвище «Калядник». Тайники, где хранил деньги, Зварич показывал сам. Тут лежали эти 10-20 копеек гривня, доллары, все другие, которые были в пакете, которые назывались первым великим мешком. Тогда, в 2008-м, из кабинета Зварича изъяли 9 тысяч гривен и более 3 тысяч долларов. Но настоящий сюрприз ждал правоохранитель и судей дома. Деньги оттуда пришлось выносить мешками. Изъяли 2 миллиона долларов. После этого Зварич исчез. И только спустя несколько месяцев его задержали на крыше собственного дома. Пытался бежать. Против судей «Калядник» открыли дело по статье «Взяточничество в особо крупных размерах». А в 2011-м отправили на 10 лет за решетку. И вот спустя 7 лет освободили. Сейчас он в родном Львове. Игорь Зварич был освободен из Минской выправной колонии. Отповедное решение суд ухвалил на основе положения так называемого закону Надеи Савченко, который предпочит перерахунок термина отбывания покорания с урахованием термина утримания в местах попереднего увязнения. Его термин отбывания покорания считается законченным. Мы попытались лично встретиться с Зваричем. Вот в этой элитной многоэтажке в центре города живет его семья. Здание под охраной. Судью здесь не видели. Только в журнале охранники показывают запись. Из дома на машине он выехал сегодня в 5 утра. А вот и кабинет, где в прошлом калядовал Игорь Зварич. Правда, уже четвертый год здесь хозяйничает Сергей Богаченко. Он теперь глава апелляционного суда. Уверяет, личных вещей своего предшественника не хранит. Исключение разве что вот эти две книги, написанные Зваричем в тюрьме. То, что Зварич вернется работать в судейскую систему, сомневается. Высшая комиссия судей не позволит. У нас люди на суде, там есть погашенные судья, есть процедура. Ну, это нереально. Если они будут выравданы, скасование выроков в суде может быть каким-нибудь подставой для того, чтобы отновить свои права. А пока есть вырок в суде, это нереально. Узнать от Игоря Зварича о его планах на будущее не удалось. На телефонный звонок вместо него ответил сын. Сказал о намерениях отца ему неизвестно. Как и о том, когда тут сможет пообщаться с журналистами. Зато освобождение Зварича прессы активно комментируют юристы. Говорят, Коляник получил вольную, вполне чисто и прозрачно. Но закон, по которому судья покинул тюрьму, это просто переворот в уголовном кодексе. И вот почему. Елена Митясова, Кристина Гошенко, Валентин Белич и Алексей Шматов. В подробности телеканал Интер, Львов, Киев. А один запорожский делец пытался выколядовать себе целый аэродром. Здания и взлетные полосы планировал пустить на строй материалы, а самолеты продать. Для этого горе-коммерсант хотел переоформить собственность, территорию и имущество государственного стратегического объекта. Запорожского центра летной подготовки имени маршала авиации Покрышкина. Уже даже подготовил к продаже бетонные плиты взлетной полосы и 157 самолетов. Ему даже удалось получить решение суда о том, что плиты и самолеты принадлежат частному предприятию. Обрезало крылья предпринимателю СБУ. Он уже под стражей, его действия квалифицируют как попытку диверсии. Расследует также и действия судьи, принявшего такое удобное решение. Украинские военные за последние сутки были вынуждены несколько раз открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков. Большая часть провокации зафиксирована в районе Горловки и Донецка. Подробнее о ситуации на передовой наш военный корреспондент Ярослав Кречко. Наблюдательный пост на окраинах Донецкого аэропорта. Андрей уже полчаса как на дежурстве. Вот там в районе Трехстолповых, видите, вот такие нагнутые. Там у них был пост, оттуда они кидают. Но сегодня, рассказывает боец, у них на позиции затишье. Чаще противник стреляет ночью. В районе аэропорта там бывают перестрелки, там СПГ летает, стрелковые, там крупнокалиберные. Но так в основном тихо. Немножко начали больше опять стрелять. То есть я вчера буквально на посту когда стоял, два ВОГа прилетело буквально на соседнюю позицию. От осколков гранат военных спасло укрытие. Огонь в ответ не открывали. Пока одни бойцы на дежурстве, у других сегодня особенный, банный день. Баню на передовой построили сами. Под сотню бывает. Радуса 80. Ну часа 4 надо 5 топить. Человек 8 успевает за раз покупаться. В полевых условиях военные здесь на передовой уже почти 11 месяцев. Большинство из них четвертой волны мобилизации. И ждут возвращения домой. Их демобилизация в том числе зависит и от седьмой волны мобилизации. Но часть тех, кто на передовой сейчас, в армии планируют остаться. Андрей уже решил подпишет контракт на три года. Ну кому-то ж надо. Ну если менять нас некому, значит уже людей не хватает, правильно? А если мы все уйдем отсюда, кто тут останется? Ярослав Кричко, Даниль Косаковский и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Турцию обстреляли с неба. В провинции Килис, это на границе с Сирией, ракета попала в школу. Еще два снаряда упали в поле. Погибла сотрудница учебного заведения. Еще одна девочка получила ранение. Турецкие военные утверждают, что минометный снаряд прилетел со стороны Сирии. Радар показал, стреляли с территории подконтрольной террористической группировки Исламское государство. Армейцы нанесли ответный удар из систем залпового огня. В то же время, сирийский МИД пожаловался в ООН на регулярное нарушение границ со стороны Турции. В Марокко арестован еще один причастный к парижским терактам 13 ноября. Им оказался гражданин Бельгии, марокканского происхождения. Имени его полиция пока не разглашает. Задержали его в окрестностях Касабланке. А вот в Германии арестован первый подозреваемый по делу о нападениях в новогоднюю ночь в Кёльне. Под стражу взяли выходца из Алжира. Всего по кёльнскому делу уже проходит 21 подозреваемый. На фоне посткёльнского синдрома в Германии все чаще стали звучать призывы последовать примеру Австрии. Та на днях, напомню, закрыла границы. Теперь того же от Ангелы Меркель требуют немецкие политики. О новом витке мигрантского скандала Татьяна Лагунова. Ультиматум для Ангелы Меркель. Немецкие политики требуют от канцлера ужесточить миграционный курс правительства. Проще говоря, принимать меньше беженцев. Такие призывы звучат от представителей самых разных партий, не исключение её собственная политическая сила ХДС и партнёры по блоку ХСС. Якобы депутаты даже направили Меркель письмо с настойчивой просьбой остановить наплыв мигрантов. Детали послания и количество подписантов, впрочем, пока неизвестны. Мы все, в том числе и Ангела Меркель, она недавно об этом говорила, знаем, в первом квартале этого года необходимо существенно сократить приём беженцев. Времени, чтобы решить вопрос, Меркель дают до марта, месяц выбран не случайно. Весной сразу в трёх немецких землях состоятся местные выборы, и христианские демократы боятся их проиграть. Последние соцопросы неутешительны. 60% респондентов считают, что Германия не выдержит такого наплыва беженцев, а 56% недовольны миграционной политикой Ангелы Меркель. Настроение довольно однозначное. С каждым днём мы замечаем это всё больше. Граждане ожидают чётких сигналов, что мы понимаем ситуацию, последствия, а не просто ждём, когда количество беженцев снова увеличится. Мы хотим, чтобы наконец-то были приняты решения. Чтобы остановить поток беженцев в Германии, нужно закрыть границы. Немецкие СМИ сообщают, Ангела Меркель уже обсуждала эту возможность со своими советниками. И пока решила повременить. Она боится, что, к примеру, Германии последуют все остальные страны ЕС. И это поставит под угрозу существование не только Шенгенской зоны, но и Объединённой Европы. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Новое правило приёма беженцев изобретает и Великобритания. Премьер Кэмерон предложил депортировать из страны тех, кто приехал и не выучил английский. Особенно это касается иностранных невест и женихов, которые получили соответствующие визы, но не смогли сдать экзамен. На изучение отводят два с половиной года. Затем грозят выдворить из страны, даже если за это время в Великобритании родились дети. Одновременно правительство обещает потратить дополнительные 20 миллионов фунтов на языковые курсы. Подавляющее большинство тех, кто не учит английский, это жёны-мусульманки. Мы должны строить более интегрированное общество, единую нацию, где все используют свои способности. Если люди не знают языка, часто не по своей вине, давать им новые возможности в новой стране не получится. Но Украину миграционный кризис в Европе пугать не должен. Глава МИДа успокаивает. Нас не лишат безвизового режима с ЕС из-за проблем с нелегалами. И это не единственная новость из Брюсселя. Там Павел Климкин сегодня встречался со своими европейскими коллегами. Что обсуждали и какие темы особенно интересны украинцам, расскажет София Гордиенко. Это первый визит в новом году главы Министерства иностранных дел в Евроструктуре. Фактически мы должны были рассказать о достижениях ситуации на Востоке и скоординировать планы с Верховным представителем ЕС Федерикой Магерине и главами внешнеполитических ведом стран Евросоюза. Новогоднее пожелание коллег Павлу Климкину не на вы. Счастье в стране, здоровье в экономике и успеха в реализации Минских соглашений. Датчане даже предлагают помочь с реформами, если попросят. Многие страны ЕС хотят помочь Украине в реформировании, децентрализации, таможенной системе, энергетическом секторе. И Украина тоже нуждается в нашей помощи. Но мы должны понимать, что именно нужно сделать для того, чтобы запустить реформы. Главная тема на министерских встречах все те же реформы, Минские договоренности, соглашения об ассоциации и, конечно же, безвизовый режим. И что касается последнего, у нас хорошие новости. Есть четкая поддержка того, что мы делаем в рамках подготовки до безвизового режима. Вчера у нас много встреч с министрами. Все четко говорят, что все, что происходит вокруг вызовов с миграцией, не будет влиять не только на принятие Украины, а ни в каком случае на час принятия Европейским Союзом решения. Дата принятия решения не разглашается и зависит, конечно же, только от нас. Реформы и борьба с коррупцией должны быть воплощены в жизнь, а не только прописаны на бумаге. Это главное условие ЕС для того, чтобы уже в этом году открыть нам границы. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Брюссель. Россия будет бойкотировать зимнюю сессию парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники в Госдуме и Совете Федерации. Депутаты решили не ехать в Страсбург, поскольку не уверены, что им вернут полномочия в этой организации. Я напомню, весной 2014, после аннексии Крыма, представители России лишили права голоса и участия в заседаниях ПАСЕ. В прошлом году делегация из Москвы прибыла к началу ассамблеи и спешно покинула Страсбург, когда объявили о продлении санкций. Экономика Франции в состоянии чрезвычайного положения. В этом признался французский президент. Франсуа Алан считает, что страна нуждается в безотлагательном пересмотре экономической и социальной модели. Правительство уже намерено выделить 2 миллиарда евро на борьбу с безработицей. Сейчас ее уровень во Франции перевалил за 10%. Это, к примеру, в 2,5 раза выше показателей, например, Германии. Выделяемые на борьбу с безработицей деньги будут собраны без введения каких-либо новых налогов. Все будет финансироваться благодаря сокращениям других бюджетных расходов. План рассчитан на 2 года. И интересный факт о распределении мировых богатств. Влиятельная британская благотворительная организация Oxfam представила свой доклад. Согласно исследованию, активы всего лишь 1% жителей Земли, а это ни много ни мало 73 миллиона человек, сравнялись с общим состоянием всего остального населения. Также эксперты подсчитали, что всего 62 самых богатых человека мира владеют такой же суммой, что и 3,5 миллиарда беднейших людей планеты. Речь идет о 2 триллионах долларов. Около половины толстосумов, кстати, живут в Соединенных Штатах Америки. Ну а как заработать миллиарды на спорте? После FIFA и UEFA скандалы сотрясают большой теннис. Журналисты раскопали, как первые ракетки мира помогали обогащаться букмекерским синдикатам. Кто они? Знают ли они в спортивной ассоциации? И почему, если знают, не наказывают? Оксана Кундеренко разбиралась. Коррупция в большом спорте в последнее время никого не удивляет, но публикации журналистов BBC и BuzzFeed стали настоящей бомбой. В ним руки попали документы, изобличающие около 20 ведущих мировых теннисистов. Специальная комиссия проводила против них расследование, передала результаты ассоциации теннисистов-профессионалов и... Ничего не произошло. Но мы собрали достаточно доказательств о связях игроков с букмекерскими синдикатами. Но никаких дисциплинарных мер против них не было принято. Мы очень разочарованы. В документах фигурируют три крупных ячейки. Российская организовала как минимум пять договорных матчей и заработала 350 тысяч долларов. В Северной Италии сумели договориться о 28 партиях и получить миллион долларов. Столько же заработали и сицилийские букмекеры на 12 матчах, в том числе на Уимблдоне. Мы в курсе того, что в теннисе, как и в любом спорте, некоторые матчи бывают договорными. Но таких инцидентов невероятно мало. Хотя говорят о них даже обладатели первых ракеток. Сам Новак Джокович признался, что на заре карьеры ему предлагали проиграть за 150 тысяч долларов. Ко мне не прямо подошли я через членов моей команды, но это предложение мы сразу же отбросили. Договорники на турнирах серии «Большого шлема» тоже фигурируют в документах расследования. Мартин Вассало Аргуэльи, например, обменивался СМС-сообщениями с букмекерами. «Хочу поговорить насчет матча», – писали ему. «Нет, я планирую выиграть», – говорил игрок, но позже заверил. «Все окей». А затем аргентинца Аргуэлью и россиянина Николая Довыденко заподозрили в распределении ставок, но потом оправдали. Мне предлагали 50 тысяч, чтобы проиграть Довыденко в первом раунде. В Париже предложили уже вдвое больше, и еще в Москве давали около 50 тысяч. Даниэль Келлерер – один из немногих профессионалов, кому запретили продолжать карьеру в теннисе из-за коррупции. Хотя все обвинения он до сих пор отрицает. Тем временем коррумпированные игроки из топ-50 сейчас как раз играют на кортах Australian Open. Турнир сегодня стартовал. Журналисты специально не разглашают их имен. Ждут, когда АТП проверит компьютеры, банковские счета и телефоны, чтобы доказатели опровергнуть обвинения. В ассоциации сегодня пообещали провести дополнительные расследования. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Продолжим подробности. Вот о чем узнаете во второй части выпуска. Закарпатское дело. Появились ли задержанные на Драгобрате члены правого сектора в зале суда? Валютные обмороки. Что натворила иранская нефть в первый день на рынке? Песни для оккупантов. Кто из мировых теноров не брезгует выступлением в Крыму? Правительство решило отменить помощь жителям Донбасса. Это следует из распоряжения Кабинета министров от 13 января. Речь идет о 49,5 миллионах гривен жителям Донецкой и Луганской областей, проживающих в зоне АТО. Ранее планировалось, что помощь выделят из резервного фонда госпюджета. Но теперь, как видим, постановление отменили. На другую инновацию Кабмина жалуются аграрии. Уверяют, новая налоговая политика удушит средние и мелкие сельхозпредприятия. Просят Кабмин и парламент вернуть льготы хотя бы на ближайшие два года. О чем идет речь в нашем следующем материале. В Петровском, это Киевская область, не только выращивают пшеницу, ячмень и рапс. Специализируются предприятия и на животноводстве. Разводят свиней. Здесь же животных и забивают. До сих пор на жизнь не жаловались, говорит директор. Продукция активно продавалась в Украине и шла на экспорт. Но с 1 января все резко изменилось. Очень большие проблемы с новым податковым кодексом. Практически 75-85% мы отдаем в державу от своих прибудков. На сегодняшний день сельское господарство и предприятие просто на меже банкротства. В прошлом году налог на землю уже увеличился в 20 раз. В этом вырастет еще в 40. И теперь один гектар обойдется в среднем 2,5 тысячи гривен. Но это еще полбеды, говорит Николай Фурдычко. Когда мы были на фиксированном податке, значит 20% ПДВ, они шли на специальный рахунок. Мы имели право за эти деньги купить все средства защиты, посев материал, горючие, смазочные материалы и так далее. Кроме зарплаты. На сегодняшний день эти все пильги отменили. Что нужно сделать в этой ситуации? О своих проблемах аграрий рассказывает нардепа Юрий Бойко. Он сегодня приехал проинспектировать предприятие. В Европе, когда работает производитель на земле, он получает дотацию до государства, там 300-400 евро на гектар. У нас за счет льготы налоговой было примерно 20-25 евро. И его сейчас еще уменьшают. Аграрии просят Кабмин и парламентариев не рубить с плеча, а ставить льготы хотя бы на переходный период. Минимум это надо два года для того, чтобы выработать действенную поддержку, государственную поддержку производителя на земле. Так как это в Европе, надо на это время вернуть налоговые льготы. Поэтому мы будем вносить изменения. И я уверен, что мы найдем союзников в парламенте, поскольку это движение уже начинается по всей стране. Напомню, аграрии уже выходили под стены парламента в конце декабря, когда нардепы принимали бюджет 2016. Позже по стране прокатилась волна забастовок против отмены единственной формы господдержки спецрежима НДС для сельхозпредприятий. Возобновить протесты обещали после праздников, если требования не будут услышаны. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. За сколько доможня дает добро? На взятки погорели три сотрудника таможенного департамента из Днепропетровской области. Требовали вознаграждения у предпринимателя за беспрепятственное оформление груза. Поборы эти были систематическими. Когда терпение бизнесмена лопнуло, он обратился к правоохранителям. Сотрудники СБУ и прокуратуры задержали таможенников на горячем. При обыске их кабинетов были обнаружены деньги в разной валюте. Грозит взяточникам до 12 лет лишения свободы. При проведении обшук служебных кабинетов этих посадовцев выявлено значнее, больше 300 тысяч суммарно гривен в разных валютах. И арабские гроши там есть, и евро, и доллары, и гривни, и российские рубли. И каждый из пачек подписано, что за что с инициалами тех, кто надавал. Как же побороть коррупцию и заставить работать антикоррупционные законы? Прямо сейчас это обсуждают в Харькове на антикоррупционном форуме. Активисты, представители общественных организаций и политики. В профильном парламентском комитете уверены, без общественного давления на власть остановить коррупцию не удастся. Миллионы людей завжди мают вплив на будь-якую владу, будь-якую державу. Само тому мы оголошуем широкий громадский рух в каждом месте, в каждом местечке, для того, чтобы мы могли эффективно тиснуть на тех, кто отвечает в нас за борьбу с коррупцией, а на заль часто и сам не учуя. Много ли знает охранник мэра? В суде по делу Геннадия Кернеса сегодня допрашивали его бодигарда. Что он рассказал и сколько еще свидетелей предстоит допросить, все знает Лидия Калинина. Потерпевшего Сергея Ряполова допрашивает третье заседание подряд. Он снова рассказывает, зимой 2014-го его с товарищем выкрали и избили охранники Кернеса. А потом сам мэр ударил в нос. Правда, к врачу парень сразу не пошел. Позже предоставил следствию салфетку, запекшейся кровью. Она теперь чуть ли не единственный вещдок. Но и по поводу него у адвокатов множество вопросов. Вот та салфетка, которую предоставили следствию, имеет ли она какие-либо знаки принадлежности к гостинице национальной? То есть вы утверждаете, что салфетка именно оттуда? Да. А чем докажете? Мама и Кернес. Адвокаты не унимаются. Дескать, у потерпевшего даже фотографий побоев нет. Подключается к допросу и сам Кернес. Может быть, это вам показалось, или вы играете в кино? И мэр, и его защитники продолжают утверждать. Все слова потерпевшего – выдумка. То, что говорит псевдопотерпевший и припускает те или иные события, это пусть будет на его совести. У нас есть большие сомнения в правдивости его показаний. И есть предоставленное нам законом право, говоря языком просторечным, выводить его на чистую воду. Ряполов же считает, его просто пытаются сбить с толку. Наверное, чтобы я начал путаться, либо что-то не вспоминал, не так. Ну, это их какие-то мысли. И у них не получилось. Говорил правду, правду и только чистую правду. Наконец, допрос, который длился три заседания подряд, окончен. Переходят к свидетелям. Вызывают одного из охранников Кернеса. Кто-то утверждает, событий, описанных Ряполовым, не было. Вам известны потерпевшие эпохи и путянем. Я их вообще не видел никогда в жизни. На большинство вопросов обвинения ответ у свидетеля один. Не помню. Хотя, по словам прокурора, раньше он рассказывал иное. Вы это все увидите, когда будут оглашены показания, которые давал он следователю. Вы увидите разницу, вы увидите, что было отображено там, что он сообщил сейчас. Разница будет очень большая. Будет много вопросов ему после этого. На сегодня допрос завершен. На следующее заседание вызывают уже нового свидетеля. Экс-начальника Харьковского городдела милиции. Это дело рискует стать одним из самых длительных в украинском судопроизводстве. Сегодня на допрос одного свидетеля потратили около двух часов. А их только со стороны обвинения. Больше семидесяти. Чтобы как-то ускорить процесс, решение теперь заседать будут каждую неделю. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Полтава. И о другом деле, которого в суде, которого, впрочем, не было. Сегодня в Ужгороде должны были рассматривать апелляцию на решение суда о взятии под стражу пятерых бойцов правого сектора. Тех, которые принимали участие в вооруженной драке на Драгобрате. На слушание приехали народные депутаты, активисты, родные подсудимых. Но вот самих подсудимых так и не доставили. Суд поздно предупредил конвойную службу о заседании. Заявку отправили в субботу, когда в СИЗО был официальный выходной. Я считаю, что суд и прокуратура начали формальную причину, чтобы их не доставлять до суду. Мы все, что предбачено законом, чтобы были присутствием в судовом заседании при рассматривании апелляции, сделали. Судя может стать субъектом ответственности за порушение процессуальных сроков призначения справа до розгляда. Мы все-таки сподівались, что нам доставлять. Судя не имеет сенсу отложить. Теперь дело будут слушать в четверг. Я напомню, стрельба на закарпатском курорте Драгобрат произошла в прошлое воскресенье. Все началось с того, что компания подвыпивших бойцов правосектора пришла в ресторан. Парни сделали заказ, а счет оплачивать отказались. Завязалась драка с охранниками и перестрелка. В результате пострадали четверо. Бойцов правосектора задержали. Два дня суд избирал им меру пресечения. В конце концов, всех оставили под стражей. Кто открыл стрельбу в ресторане, по-прежнему неизвестно. Под Мариуполем боевики обстреляли захваченный ими же поселок Коминтерного. Били из минометов. Потом еще и обстреливали наши позиции. Все подробности в материале Александра Пантелеймонова. И снова противник вел обстрел со стороны Коминтерного. Вот сейчас мы как раз идем к месту разрыва. Но добраться туда это уже большая задача, потому что дороги за последние дни полностью размыло. До позиции по непролазной грязи пришлось идти чуть меньше километра. На это ушло больше получится. Передвижение по бездорожью отнимает много сил и времени. Тяжело. Грязь вот это постоянно. Уже мороз будет. Будет легче. Когда бой идет, передвижаться, ты забываешь такое передвижение. И на коленках, и на чем ходишь, ползешь. Но вот здесь сейчас, казалось бы, все тихо, спокойно. Но терять бдительность наши бойцы категорически не советуют. Потому что уже вот из-за той посадки на нас может смотреть вражеский снайпер. Бои тут начинаются едва ли не каждый вечер. Накануне поле, где окапываются наши бойцы, буквально забросали минами. А нам вот сюда ложились, тут ложились. Там две или три даже. Тут одна, по-моему, была. А там пошли не дальше. Наш вот малой отвечал неплохо. Работал с АГСом по посадке. Нормально притихли потом. А они с чего стреляли? Они с чего только не стреляли. С чего-то тяжелого гахало тут. Миномет, наверное, или СПГ, что-то такое. Били боевики неприцельно из захваченного ими поселка Саханка. На этот раз настолько неприцельно, что попадали по своим же в захваченном ими Коминтерного. Ввелся огонь из 82-мм минометов из Саханки. По недолету несколько мин упало непосредственно в Коминтерного. По информации местных жителей, есть разрушения и пострадавшие. Вполне возможно, по Коминтерного боевики били вовсе не случайно. Это уже опробованная ими тактика. Бить по своим же, чтобы спровоцировать на огонь. Но уже в нашу сторону. Александр Пантелеймонов, Максим Чеплин и Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер. Дебат-шоу продолжается в США. На этот раз все обсуждают спор демократов, желающих завоевать Белый дом. Смог ли кто-то выстоять под напором самой Хилари Клинтон, расскажет Тихон Зятко. Дебаты у демократов, да и в целом избирательная кампания в этот раз проходит гораздо спокойнее, чем у республиканцев. Все же фаворит очевиден. Это Хилари Клинтон. Ее оппонент Берни Сандерс, хоть и уменьшил отрыв последней недели, вряд ли способен выйти на первое место. На третьей позиции Мартин О'Мейли, но он аутсайдер. Однако вчерашние дебаты получились оживленными. И неудивительно, это последние дебаты перед праймерис в Айове 1 февраля. В этот раз главными были вопросы не о внешней политике, а о внутренней. Реформы здравоохранения, контроль за оружием, финансирование избирательных кампаний. И Клинтон, и Сандерс говорят, что придерживаются курса президента Обамы. Однако понимают его, похоже, по-разному. Мы не должны продавать наступательное вооружение. Я с первого дня поддерживал идею проверки всех покупателей оружия, чтобы оно не досталось тем, в чьих руках будет опасным. Я хочу еще раз обратить внимание на то, что сенатор Сандерс вместе с Национальной оружейной ассоциацией и оружейным лобби пять раз голосовал против закона Брейди, который ограничивает доступ к оружию. Вообще в этот раз демократические кандидаты едва ли не впервые за всю гонку нападали друг на друга. Праймери все же приближаются. Внешняя политика особых разногласий у кандидатов не вызвала. И Хилари Клинтон, учитывая ее опыт, эта тема была явно ближе, чем Сандерсу. В частности, Клинтон поделилась опытом своей работы с российским президентом Путиным. Наши отношения я бы назвала интересными и построенными на уважении. У нас были моменты, когда мы очень жестко общались друг с другом. Он один из тех людей, которые будут стараться получить как можно больше, пока ты не помешаешь ему. Хилари Клинтон не исключила и новой перезагрузки в отношениях США и России. Впрочем, отметила, что все будет зависеть от того, что Вашингтон получит за это от Москвы. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Частично прощенной Америкой Иран вернулся на рынок нефти и уже заявил о готовности увеличить экспорт сырья на полмиллиона баррелей в сутки. И это только начало. Тегеран намерен восстановить свои позиции, которые занимал в ОПЕК до введения санкций. Через полгода страна сможет поставлять на рынок, и так перенасыщенный нефтью, до двух миллионов бочек в сутки. Исламская республика обладает, напомню, четвертыми в мире по величине запасами черного золота. И первые результаты этого возвращения после снятия на выходных международных санкций. Мировые цены на нефть сегодня утром уже упали ниже 28 долларов за баррель марки Brent. Это вызвало валютные обмороки сразу в некоторых странах. Вот так, по мнению экспертов, именно снижение цены за баррель усилило падение рубля. Российская валюта обновила минимум с декабря 2014 года. Доллар едва не дошел до 80 рублей, евро поднялся выше 86. И это не предел, говорят эксперты. Валютные скачки, кстати, не единственное, чем сегодняшняя Москва напоминает лихие 90-е. В центре столицы сегодня звучали выстрелы. Подробнее о громкой истории Данил Русаков, наш САПКОР, Москве. Давние неприязненные отношения с начальством бывший работник решил по-своему. Несколько выстрелов из охотничьего ружья директор и его зам из фирмы по озеленению скончались на месте. Инцидент с привкусом 90-х произошел вот в этом здании несколько часов назад. Информагентство, а также пресс-служба следственного комитета происходящее комментируют по-разному. Представители правоохранительных органов твердят, причина произошедшего – финансовые разногласия. Очевидцы ничего не видели и не слышали. О стрелявшем информации немного. По словам местных силовиков, ему 53 года. После Садейнова хотел скрыться, его машину остановили на выезде из Москвы. Несколькими часами ранее некоторые СМИ говорили о перестрелках в одном из правительственных учреждений. В этом здании расположен Совет по изучению производственных сил Минэкономразвития России-Иран. В любом случае конфликт, обернувшийся перестрелкой, да еще и по финансовым вопросам, такого здесь давно не было. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». В случае, если погибших двое и больше, срок предусмотрен вплоть до пожизненного лишения свободы. Данил Русаков, Сергей Веднить, Московское бюро, телеканал «Интер». Смертельная авария с участием автомобиля Генконсульства Украины накануне произошла в Санкт-Петербурге. Микроавтобус выехал на тротуар и сбил 67-летнюю женщину. Ее отправили в больницу, но там она скончалась от множественных травм. В украинском МИДе факт ДТП подтвердили и выразили соболезнования родственникам погибшей. Израиль сотрясла серия терактов. Армия и полиция ищут террористов, нападавших на мирных жителей. Не пощадили преступники даже беременную женщину. С подробностями трагедии Сергей Ауслендер. Теракт, который случился в поселении Отниеля, их за последнее время в Израиле произошло около 650. Смело можно назвать одним из самых резонансных. Арабский террорист, вооруженный ножом, попытался проникнуть в дом, где находились мать и шестеро ее детей, четверо родных и двое приемных. Безоружная 38-летняя Дафна Мейер вступила в схватку с террористом. Он нанес ей несколько смертельных ножевых ранений, но, видимо, напуганный сопротивлением скрылся. И дети не пострадали. Женщина погибла от потери крови. Сегодня ее похоронили. Это чудовище. Этот террорист, который убил Дафну, растившую с мужем шестерых детей, будет пойман. От имени всего народа, от себя лично. Я выражаю соболезнования семье. Еще не отзвучали молитвы над могилой погибшей, как новая попытка теракта. На этот раз в поселении Ткоа. Там араб вошел в магазин, поинтересовался стоимостью товара, внезапно выхватил нож и напал на беременную женщину. Она получила тяжелые ранения. Сейчас находится в больнице. Сам нападавший тоже тяжело ранен. Оба поселения объявлены закрытой военной зоной. Их прочесывает армейский спецназ. Жителям рекомендовано не выходить из домов. Из ближайших промзон выдворены все арабские рабочие. Расположенные неподалеку арабские деревни тоже окружены войсками. Насилие нарастает, хотя в какой-то момент казалось, что интифада идет на спад. Пока же власти пытаются ограничить доступ арабов с палестинских территорий в Израиль. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Хотите очистить карму, но не знаете как? Вам помогут тайские монахи. Их советы и другие интересные новости дня далее в обзоре. Красота достойная спортивных свершений. У побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния выбрали лучшего покорителя волн. Из 24 участников соревнований по серфингу победил австралиец Джош Керр. Это лучший результат спортсмена за его 17-летнюю карьеру. Китайские власти опубликовали список живых буд. В перечне 870 человек. Все они последователи тибетского буддизма и считаются потенциальным воплощением Будды. Таким образом, власти якобы пытаются исключить возможность обмана. Поскольку многие мошенники, выдавая себя за монахов, являющихся реинкарнацией Будды, выманивают деньги у верующих. Впрочем, не все верят в благие намерения местных властей. Мол, таким образом, Пекин просто пытается выяснить, кто может стать следующим Далай-ламой, духовным лидером Тибета, и заменить его своим человеком. В гроб ради очищения кармы тайские монахи предлагают очистить душу с помощью символической смерти. Ритуал довольно простой и совсем не страшный. Человек с букетом цветов вложится в гроб. Его накрывают большим ярко-розовым полотном. И вот когда это покрывало забирают, считается, что человек возродился. Ритуал длится чуть более минуты. Денег за него монахи не требуют. Все основывается на благотворительных пожертвованиях. 1 миллион 300 тысяч евро за общественный туалет. В такую сумму оценили бывшую подземную уборную в Лондоне. Компания, занимающаяся продажей, потенциальному покупателю предлагают на этом месте обустроить бар или ресторан. Площадь бывшего сортира составляет всего 56 квадратных метров. На церковную службу с домашним любимцем тысячи верующих в Мексике привели своих питомцев в храм на благословение и окропление святой водой. В стране празднуют День Святого Антония, покровителя животных. По легенде, Антоний раздал все свое имущество беднякам, а сам ушел в пустыню, где жил в окружении зверей. Мексиканцы у святого просят для своих питомцев здоровья и долгих лет жизни. Спасенный и счастливый. После долгой борьбы за жизнь маленького орынгутанга, индонезийские зоологи похвастались успехом. Гид-то еще малышом бросила мать. Он был при смерти, голодный и с множеством инфекций. Полгода его держали на карантине, но вот теперь Гид-то абсолютно здоров, полон сил и с радостью играется со своими сородичами. И вашим, и нашим итальянский оперный певец Александра Софина решил выступить в оккупированном Крыму, а потом и по Украине с туром прокатиться. Не поскользнется ли? Все подробности у Юлии Крючковой. 21 февраля в Симферополе, 23-го в Севастополе. Афиши зазывают крымчан на концерты итальянского оперного и эстрадного певца Александра Софина. Билеты в продаже. Цены от полутора до шести с половиной тысяч рублей. И большая часть уже распродана. Остались самые дорогие, говорят в кассе музыкального театра. От четырех тысяч и выше. Концерт не будет отменяться? Не должен. То есть все по плану 21-го числа он в Симферополе? Спасибо. А вот вычеркнуто это уже то, что продано, да? Да. То, что Софина действительно собрался в Крым, подтверждают анонсы на его официальной интернет-странице. В Симферополе он планирует прилететь после концерта в Тель-Авиве. После выступления на полуострове у певца гастрольный тур по городам России. Затем пять концертов в Украине. Подтверждают эту информацию и продюсеры. Сам Маэр спрессор согласовывает на данный момент за смену сексуальной культуры, если вам интересно. Ну, значит, у нас общество с ограниченной ответственностью интерконцерт. Ну, да, мы можем подтвердить, потому что билеты продаются. Но в Минкульте Украины уже заявили, концертов не будет. Если Софина таки споет на полуострове, попадет под санкции. В июне 2015 года Кабмин утвердил правило пересечения административной границы с Крымом. Согласно им, иностранцы могут попасть на полуостров только со специальным разрешением. Впрочем, итальянский тенор собирается в Крым не впервые после событий марта 2014 года. В сентябре 2014 он уже выступал в Ялте. Тогда о санкциях речь не шла. Напомню, в скором времени Крым также планирует посетить французский актер и режиссер Пьер Ришар в Симферополе. Его ждут 10 февраля в Севастополе 11-го. Ришар везет новую постановку Пьер Ричард III. Билеты на моноспектакль тоже активно раскупаются. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер Крым. В Соединенных Штатах вручили премию американских кинокритиков Critics Choice. Главную награду получил фильм журналистских расследований в центре внимания режиссера Тома Маккарти. Найлучшей актрисой назвали Бри Ларсон за роль в ленте «Комната». А вот Леонардо Ди Каприо стал лучшим актером за игру «Выжившим». На прошлой неделе он был удостоен за эту роль золотого гнобуса. Так что критики говорят, сейчас его шансы получить долгожданный Оскар очень и очень высоки. Кинопремию Critics Choice вручают с 96-го года. Ее считают своеобразной подготовкой к Оскару. Это огромная честь. Признание фильма так много значит для нас. Я должен поблагодарить всех актеров, съемочную группу, которые поддерживали друг друга на протяжении съемок. Но больше всего мы обязаны нашему режиссеру Алехандро Эньяриту. Это был опыт, который никто никогда не забудет. Таким запомнят этот день Украина и мир. Спасибо, что смотрели подробности. Обязательно увидимся в этой студии уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok